Если вы помните, на заре перестройки мы вдруг с удивлением обнаружили, что вокруг нас океан проблем. А для журналистов целое море тем, которые раньше считались запретными. Ну, например, судьба человека, который провел большую жизнь в большом спорте, а когда ушел, оказался неудел. 7 лет назад в «Собеседнике» я написал о том, как тяжело приходится в жизни, как непросто складывается судьба самого высокого баскетболиста планеты Александра Сизоненко из самарской баскетбольной команды «Строитель». Заметки имели колоссальный резонанс, и тогда вместе с режиссером Куйбышевской студии кинохроники Леонидовым Садковым мы сняли фильм. Давайте вспомним, о чем он был. ПЕСНЯ Впервые с Сашей Сизоненко мы познакомились лет 7 назад, когда он появился в составе команды мастеров. Баскетбольной команды Куйбышевского строителя. Это был действительно уникальный центровой, интересный спортсмен, который чудеса творил на площадке. И, наверное, мог блистательно завершить свою спортивную карьеру, если бы не травмы, которые замучили этого, я считаю, выдающегося центрового, по своим данным. Потому что до сих пор он остается единственным в мире центровым, чей рост просто не укладывается в привычные рамки представления человека. Два метра сорок сантиметров. Представьте себе, это под потолок. Закончив выступление, закончив свою спортивную карьеру, вынужденно из-за травм, Саша закончил Куйбышевский плановый институт, получил высшее образование экономиста. И здесь, к сожалению, он столкнулся с немалыми житейскими трудностями. Когда он был в команде, ему помогал как-то обустроиться в жизни его наставник, заслуженный тренер Советского Союза Генрих Алексеевич Приматов. А с его смерти Саша остался практически без какой-либо помощи. Увы, закончилась спортивная слава, перестал Саша выходить на площадку, и забыли о нем, и о как бывшем замечательном спортсмене, и просто как о человеке. И вот представьте себе ситуацию. Саша вместо с дипломом о высшем образовании получил инвалидную книжку. И вот тогда я решил, что его историю нужно рассказать читателям. Куда бы Саша ни обращался за помощью, на словах ему никто не отказывал. Но шли дни, недели, месяцы, и все оставалось по-прежнему. Он вдруг почувствовал себя лишним человеком. Человеком на обочине жизни. 29 лет. Об этом мы разговаривали с Ларисой Петровной Приматовой. После смерти мужа она взяла на себя эстафету добра. И, наверное, он получил самое главное, наверное, человеческое тепло, которого был дефицит, к сожалению, у него. У него появились новые добрые друзья, с которыми он начал разделять свои, так сказать, радости и горе. Наверное, веселее стало жить. Да, конечно. Шурик приходит вот к нам домой, очень много корреспонденций с просьбой указать адрес его. С просьбой оказать ему помощь. Такая деликатная очень просьба, что обязательно она необходима Шурику. Откликнулись только спортсмены? Да нет, и простые люди откликнулись, вообще не касающиеся спорта. Идут письма. Десятки писем со всех уголков страны. О Волжском великане узнали не только любители баскетбола. Остались в прошлом матчи, турниры, награды. А жизнь, увы, диктует свои правила игры. Когда мы вместе с Сашей, часто вспоминаем слова Генриха Алексеевича Приматова. Вот он, рядом Сизоненко. Сашина трагедия в том, говорил он, что на свете слишком мало людей, кто сможет поставить себя на его место. А может быть, все-таки их не так уж и мало? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Итак, после выхода фильма прошло 7 лет Что изменилось в это время в судьбе Александра Сизаненко? Ну, самое главное, после публикации, после фильма Он, вы знаете, нашел себе спутницу жизни И вот в этом дворце бракосочетаний Они сочетались с законным браком В Самарском дворце бракосочетаний К сожалению, не осталось у нас кадров в кинохронике Но и остались фотографии Ну, а затем, после... Александр Сизаненко недолго пожил здесь, в Самаре И буквально 2-3 года назад перебрался в Санкт-Петербург На родину своей жены Эта весточка из Санкт-Петербурга пришла не кому-нибудь А директору Самарского дворца бракосочетаний И Лилии Григорьевне Ковалевой Добрый день, дорогая Лилия Григорьевна В первых строках своего небольшого письма Хочу поделиться своей самой большой радостью в моей жизни 9 февраля в 6 часов 20 минут утра У нас родился сынишка Санечка Как только представится возможность, вышлю вам фотографию Он еще такой маленький, что когда Света приехала домой Я даже дотронуться боялся с моими габаритами Но сейчас все в порядке, я очень счастлив Мы так долго ждали И жаль, что он не родился в Самаре Выпейте шампанского за здоровье Санечки Да с Бог встретимся Всем большой привет, с уважением Саша, Света и Санечка Вот такое маленькое письмо На кого похож, кстати, Санечка и Сезоненко? Санечка похож на Санечку Сезоненко Он похож Потому что это же его лицо У него точно такая же улыбка и сейчас У нашего большого Санечки Как у маленького Такая же открытая, незащищенная детская улыбка Я благодарна вам, что вот все же в Самаре помнят о Саше И надо о нем помнить, хотя не отдали ему должное ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Надо побеждать честно Как вы думаете, где после окончания хоккейного сезона В Национальной хоккейной лиге Можно встретить олимпийского чемпиона Чемпиона мира Обладателя Кубка Стэнли В составе Нью-Йорк Рейнджерс Алексея Ковалева На Гавайских или Канарских островах? Нет, не в жизни угадаете А встретили мы его на базе отдыха Голубая гавань Сборочно-кузовного производства Волжского автозавода Прилетев из Нью-Йорка После трудного и напряженного сезона Ковалев решил отдохнуть И набраться сил В живописнейшем месте Усинского залива На базе Самого, пожалуй, спортивного Директора Усинского залива Виктора Румянцева Леш, как ты оказался здесь В Голубой гавани? Не знаю Я, во-первых, приехал только вчера И Мои друзья просто меня пригласили Они приезжают сюда Они уже три недели здесь И вот приезжают иногда домой И как раз попали на то время Когда я только прилетел Из Москвы И взяли меня с собой А как ты думаешь Вот как ты оцениваешь Как ты удачно Или неудачно провел нынешний сезон? Я очень рад Потому что я приезжал сюда Я играл за Ладу То есть Я очень Получил большое удовольствие Поиграть за команду Которую я никогда в жизни не играл То есть Я ехал в 14 лет И только первый раз играл за свою команду Перед своими зрителями И я очень был счастлив И потом уже Когда начался сезон То есть Мне уже Какой-то дух Именно Немного дало Дало то, что Я поиграл в своей команде Все-таки И уже можно сказать Как бы С новыми С новыми силами То есть Уже вступить в свою игру То, что мы показываем В НХЛ Ну, я считаю, конечно Если судить по игре Я Неплохо отыграл сезон А если судить по голам И по ассистам То есть По очкам То я считаю, что Нужно Нужно больше это делать То есть Забивать больше И отдавать больше То есть Если ты можешь Нужно делать Показывать это Леш В своей книге Путь к успеху Которую написал твой отец Вячеслав Петрович Она издана в Нью-Йорке Вот там написано Что Второе твое Такое серьезное увлечение Спортивное Это баскетбол Это правда? Ну, я занимался Когда я учился в школе Я вставал в 6 утра И шел у нас в школе Был баскетбол в секции Вот В 6 утра вставал И Занимался час баскетболом Потом шел в школу То есть Мне нравилось это Но В какой-то момент То есть Я, может, год занимался И В один прекрасный момент Какое-то Что-то пришло мне в голову О том, что В баскетболе Будешь очень высоким И пришлось закончить Я бы боялся, что я очень длинно буду Вот И поэтому Я Закончил с баскетболом Но так, конечно Я люблю играть Так играю часто Вот у меня в связи с этим Предложение Давай все-таки Мы с тобой Пробьем штрафные броски У кого лучше получится Давайте Хорошо Ладно В общем Поспорили мы с Алексеем Кто лучше пробьет штрафные броски По баскетбольному кольцу И вот здесь-то Мы нанесли ему Сокрушительное поражение Забив 8 из 10 На что Самый именитый хоккеист Ольятинского хоккея Ответил только Тремя Удачными бросками Ну что ж, Леха Я тебя поздравляю Спасибо большое Надо в баскетболе Совершенствоваться Каждое Всему свое время Как говорят Американцы Take a time Вы знаете А очень приятно Когда служба информации Самарского телевидения Обыгрывает Обладателя Кубка Стэнели Игрока Хоккейной команды Нью-Йорк Рейнджерс Алексея Ковалева Субтитры создавал DimaTorzok А теперь короткий сюжет О необычном футбольном шоу Подготовленный коллегами Из телепрограммы Кураж Футбольное шоу Под названием Траги Фарш 2 Свело в искрометном поединке Самарских артистов И журналистов Это была песня Проверка на допинг Журналиста Сергея Волкова Отмечавшего накануне Свой день рождения С чем программа Кураж его и поздравляет Показала Истинный профессионализм Ответственность И высокий моральный уровень Этого футболиста Так как палач Скрупулезно констатировал Полное отсутствие допинга В организме клиента Во время легкой разминки Артисты с удовольствием Съели подаренную им соперниками Газетную утку После того Как жребий сбросил Одну из команд со счетов А точнее славки Спортсмены приступили К упорной борьбе Нелегкий хлеб футболиста Становился еще тяжелее После неотвратимого наказания Следовавшего Заковарным нарушением правил Как в настоящих соревнованиях На приз клуба кожаный мяч Команда артистов Использовала таки подставку На поле вышел игрок В футбол и на гитаре Из Москвы Григорий Гладков Не заявленный перед матчем В состав команды Но справедливость восторжествовала После выхода на поле Артиста Гладкова Преимущество самарских журналистов Стало подавляющим Если сравнить Со стороны отвлеченным взглядом Спортивного уровня Команда Старко Ваша команда ЦСКА И нашей команды журналистов Как бы вы их сравнили? У всех Одинаково Высоко хреновый То есть где-то На низшей отметке Но очень высокий дух У профессионалов футболистов Там техники больше Там остановки лучше Удары Но они выполняют работу тяжелую А мы кайф ловим Основное время завершилось Со счетом 4-2 В пользу журиков Ничья Пенальти Выполняются они по очереди Игроками обеих команд До тех пор Пока кто-нибудь Совершенно случайно К всеобщему изумлению Не попадет в ворота И снова отличились журналисты Которые не глядя Забивают противнику Кстати Тяжелее всех Во время пенальти Пришлось снова Сергею Волкову Нетрадиционное выполнение Пенальти С девушкой на руках Как оно вам? С дрожью в ногах Исполнил С дрожью в ногах Это было что-то такое И до сих пор Никак не могу отойти По слухам Дошедшим до программы Кураж Из источников Заслуживающих доверия Самарский диск Жокей Музыкальных радио Хотят тоже Создать команду А-ля футболистов Совет Арикам и Журикам Объединиться Назваться Скажем Жариками И вызвать на игру Новоиспеченных Муриков Вперед Мяч зовет Редактор субтитров А.Семкин